Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Какое значимое событие о проходе в Южно-Сахалинске, значимо для всего нашего региона, островного. Поделитесь впечатлением, знаю, что вы работаете здесь уже второй день. С кем удалось уже пообщаться, о чем рассказать? Действительно, очень значимое событие. Такой ежегодный форум, но мне кажется, в этом году он приобрел еще более такие интересные краски с акцентом разворот в азиатские страны. Акцентом в глубокую переработку, нефтехимия, нефтепереработка. Я считаю, что и тема, связанная, которую я курирую с водородной энергетикой, здесь зазвучала уже по-новому, так скажем так, более практично. Тема, связанная с движением в области низкоуглеродной повестки развития. Поэтому я считаю, что, конечно, такой форум приобретает больше масштаб, что ли, можно сказать. Ну, давайте поговорим подробненько о климатическом эксперименте. Да, ну вот вы знаете, что в прошлом году президент утвердил федеральный закон, который как раз на территории Сахалинской области устанавливает специальный режим, экспериментальный режим по реализации вообще стратегии российской низкоуглеродного развития, но в части климата, в первую очередь. Это пока и мы единственный такой регион. И вот, как вчера сказали в Минэкономразвитии, пока не планируются другие регионы подключать, будут ждать, значит, успешного исполнения нашего эксперимента. Вот что мы сделали, собственно, да, что у нас произошло. Вот в прошлом году мы, вы знаете, первые в стране провели биржевую сделку по продаже углеродных единиц, который, проект был на Этурупе, солнечная станция. Это впервые такая сделка прошла. Сейчас уже в стране такие сделки и другие реализуются, но первая прошла вот как раз в климатическом проекте, который реализовался на территории Сахалинской области. В этом году, на самом деле, тоже произошло несколько событий со словами первые. У нас запустился лесоклиматический проект. То есть раньше это тоже реализовывалось в стране, но так, чтобы это был верифицированный проект с инвестором, значит, с углеродными, значит, с проектом, который зарегистрирован в реестре углеродным соответственным. Это было впервые сделано. Это будет проект, который рассчитан на десятки лет. Будет высажены более 20 миллионов деревьев. Это делается частным инвестором у нас в Паранайском лесничестве. То есть тоже такой вот значимый результат климатического эксперимента. Что еще произошло с точки зрения снижения выбросов парняковых газов? Это движение в сторону углеродного регулирования. Тоже мы это активно реализуем. В июле мы тоже впервые наши компании, Сахалинские, которые участвуют в эксперименте, сдали верифицированную углеродную отчетность. Вы знаете, что в стране существует общий закон, где компании должны сдавать неверифицированную, просто сами делают, сдают в добровольном порядке те компании, которые выбрасывают 150 тысяч тонн СО2 и больше. Вот на Сахалине сделан обязательно верифицированный отчет, то есть нужно проверять специальными компаниями эту отчетность, как бухгалтерская фактически отчетность получается, и для компаний, которые выбрасывают 20 тысяч тонн СО2. То есть параметры ниже, требования жестче. И вот в июле у нас наши компании все успешно эту отчетность дали и также зарегистрировали в реестре выбросов парняковых газов, который ведет как раз Министерство экономического развития Российской Федерации. А вчера произошло еще более значимое событие. После того, как всю эту отчетность проанализировали, мы в соответствии с методиками эконом-развития России и проведенными общественными обсуждениями с компанией, мы все это делаем в дискуссии, мы утвердили официально квоты для этих компаний, которые будут с 2024 года по 2028. То есть это ограничения, выше которых они не могут делать выбросы. Если они это делают, то тогда им нужно будет приобретать эти углеродные единицы для того, чтобы запустить такой рынок углеродных единиц. Собственно, одна из целей эксперимента – это отработать все методики и запустить рынок углеродных единиц, как это сейчас делается в некоторых странах, в том числе в Азии. И мы сейчас плотно выстраиваем всеми партнерства с азиатскими странами, с Китаем тем же. Они тоже двигаются по этому пути. Что я хотел бы сказать? Такой сложный эксперимент. С одной стороны, вроде какие-то ограничения вводятся, с другой стороны, многие компании, я могу сказать с удовольствием, но точно активно включается этот процесс, потому что за этим точно будущее. Это неизбежно. Мы это не воспринимаем как дополнительную нагрузку, потому что изначально, на старте, еще 2-3 года назад мы договаривались, что мы не планируем устанавливать бизнес в регионе. А наоборот, мы будем достигать углеродной нейтральности, при этом будет обеспечен рост экономики региона и соответствующих наших базовых индустрий. Какой-то, знаете, сложный процесс. Многие считают, что это невозможно, но позанимавшись реально на пальчиках, мы поняли, что это все реально. То есть может и бизнес расти, и двигаться в сторону достижения нейтральности. Почему? Потому что, во-первых, надо повышать энергоэффективность. Для любой компании энергоэффективность – это в первую очередь экономическая эффективность в том числе. То есть вы меньше энергии тратите на единицу продукции, поэтому это абсолютно экономические механизмы. Тут нет никакого хайпа, что называется. Это абсолютная экономика. Второе – мы начали активно заниматься поглощениями нашими лесами. Я уже говорил про это схематический проект. Оказалось, что тут тоже огромные резервы. Мы открыли для себя водноболотные системы. У нас есть карбоновый полигон, и он тоже уникальный. Он не только про лес, но и про море, про водноболотные системы. Оказалось, что у нас в Сахалине нет огромный потенциал. И с учетом того, что углеродная нейтральность – это баланс между выбросами и поглощениями, то она снижает и выбросы, но и можно увеличивать поглощение. Таким образом и экология улучшается. То есть вы сажаете больше лесов, больше за ними ухаживаете, боретесь с пожарами и так далее, и это еще экологическая обстановка получается. Большая система получается. Абсолютно. То есть такой огромный комплекс. Вот в чем фишка нашего эксперимента, что он не просто какой-то местечковый, это абсолютно такая большая экосистема управления всеми вопросами, связанными с углеродным регулированием. Вячеслав Владимирович, ну вот вы упомянули уже не раз слово «первые», и мы действительно с гордостью, да, хочется об этом говорить, кричать, что мы во многом первые и причем успешные. Все наши дебюты, ну они на самом деле уникальны, да, и такие, и потом становятся востребованы в других регионах. Вот расскажите, благодаря чему, где берем силы, и кому хочется сказать спасибо. Ну смотрите, в первую очередь, кажется, это точно работа не одного-двух человек, это командная игра. Более того, я хочу сказать, в этой команде присутствуют и федеральные органы власти, в первую очередь, Министерство экономического развития, Министерство энергетики, Министерство науки и высшего образования, значит, обязательно администрация президента, потому что при их поддержке, собственно, стартовал этот эксперимент. Поэтому эта работа, вот эта коммуникация продолжается. Во-вторых, это, конечно, экспертное сообщество. Это и банки, и Газпромбанк, и Сбербанк. Газпромбанк является одним из инициаторов создания углеродного реестра, как раз углеродных единиц. Это и акционерное общество «Контур», которое делится владельцем этого углеродной системы. Это и институты, и наш Сахалинский государственный университет, в рамках которого мы создали климатический центр. Очень большую роль методическую и, на самом деле, реальную оказывает Институт глобальной экологии и климата имени Израиля. То есть это, ну вот, мы все кадастры с ними делаем. То есть вся методология, она, собственно, с ними отрабатывается. Большой акцент – Росаккредитация, потому что они создают эти центры верификации углеродных единиц. Их в стране уже несколько. Это и органы власти нашей, и Министерство экологии, и Министерство ЖКХ, что удивительно. Многие муниципалитеты активно в этом участвуют. И, конечно же, бизнес. Вот мы изначально строили эксперимент на стыке с бизнесом. Если бы бизнес был против, ключевой наш, он у нас работает на мировом рынке, конкурентоспособный, то мы бы туда не пошли. На старте изначально мы договаривались, что вы нас поддержите. Да, тогда это было 15 участников. Сейчас в эксперименте уже 35 компаний, которые попали в регулирование этого процесса. Туда входят ключевые наши компании, такие «Ксахалинская энергия», «Гидрострой», все наши нефтегазовые компании крупные, рыбопромышленный комплекс, компании в области ЖКХ и так далее, транспортные. Поэтому без бизнеса это вообще невозможно. Поэтому у нас регулярно есть такой специальный проектный офис, где мы собираемся вместе с бизнесом, обсуждаем, подстраиваем какие-то процессы. Потому что это сейчас процесс, эксперимент, поэтому эксперимент. Он может быть и неудачный, кстати. Это же по этому эксперимент. Но мы точно верим, что он будет удачный. Мы точно достигнем нейтральности в 2025 году, как планировали. И все больше и больше в этом убеждаемся. И при этом получим серьезные конкурентные преимущества. И наша компания это получит. Ну вот на этой приятной ноте предлагаю завершить нашу беседу. Огромное спасибо за такие добрые и хорошие новости. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok